Доброе время суток всем! Предлагаю вашему вниманию обзор нового налобного фонарика от компании Fenix модель HL10. Фонарик предоставлен для обзора компании Fonaric.com. Фонарик питается от мини пальчиковой батарейки формата 3А. И фонарик представляет из себя, скажем так, модель 2 в 1. Про что мы посмотрим внимательно далее. Поставляется он вот в таком блистере. Сразу же проверить его работоспособность нельзя, поскольку необходимо вскрывать блистер, для чего нам понадобится ножик или ножницы. В комплект поставки у нас входит сам фонарик в налобном креплении, резинка для этого крепления, запластное уплотнительное колечко и инструкция на английском и китайском языках. Батарейка уже установлена внутри. Отличительной особенностью данного фонарика является то, что он может быть использован как с налобным креплением, так и без него. Основная фишка заключается в самом креплении. Если нажать с двух сторон, то фонарик может быть извлечен из данного крепления и использован отдельно. Самое налобное крепление представляет из себя пластиковый кейс с пружинкой из нержавейки, которая закреплена в пластике при помощи шурупа. Пластик крепкий, надежный. Фонарик сам вряд ли из него выпадет. Решение интересное и удобное. Также в этом креплении фонарик может быть наклонен где-то на 45 градусов, может чуть больше. Накладка на кнопку у нас в комплекте запасной нет, но видно, что она ремонтопригодна, поскольку, в отличие от фонарей компании Zebra, здесь у нас имеются отверстия, чтобы мы могли открутить данную закрывалку, данный зажим кнопки резиновой накладки и поменять ее на другую. Теперь, собственно, сам фонарик. Как мы видим, здесь у нас имеется стекло с просветлением, имеется некое подобие коллиматорной линзы с обратной стороны, в глубине корпуса. Попадание пыли в эту линзу минимально, поскольку оно закрыто стеклом. Чтобы выключить фонарик, необходимо нажать и подержать кнопку. Для смены режима достаточно короткого клика. Первый режим, второй, третий. Три режима яркости, что для фонарика на мини-пальчиковой батарейке вполне достаточно. Раскрутим сам фонарик, посмотрим, что у него внутри. Резьба простая, треугольного профиля. Имеется укладительная резиновая прокладочка, не смазанная. Батарейка, идущая в комплекте. Плюсовой контакт не подпружинен, минусовый подпружинен. Защиту случайного включения при откручивании крышки выполнить здесь невозможно. Из минусов данного фонарика я бы назвал то, что в комплекте у нас нету какого-то стального колечка, чтобы повесить такой фонарик на ключи. Хотя, с другой стороны, при такой площади стекла это непродуманное было бы решение. Но вполне интересное. И также то, что нету никакой клипсы для ношения на снаряжении. А из дополнительных аксессуаров у нас имеется только одна уплотнительная резиночка. Вот этот фонарик вполне интересный. Про его яркость можно судить будет чуть позже. Сравним его с другой моделью компании «Феникс». Здесь мы видим, насколько у нас изменились размеры данной модели по сравнению с моделью на пальчиковой батарейке. Тем не менее, модели очень похожи. Оба налобники, компактные, с достаточной яркостью и вполне позволяют работать в темное время суток. Плюсом фонаря HL10 является его интересное налобное крепление, которое позволяет использовать фонарик как с креплением, так и без него. Спасибо всем за внимание. Фонарик предоставлен для обзора компанией «Фонарик.ком». Спасибо. Спасибо. Спасибо.